800 метров и здесь и Котлерова и Мутова. Ох, что сейчас будет? Девятикратная чемпионка мира, о ней позже. Хаснапин Хаси на первой дорожке. Серебряный призер Олимпиады в Афинах и чемпионата мира в Хельсинки. Личный рекорд установила в полуфинале. Мария Мутова, девятикратная чемпионка мира, мечтает о том, чтобы войти в историю мировой легкой атлетики. В одном виде 10 золотых медалей, что-то невероятное. Ольга Котлерова тоже может войти в историю, потому что она многократная чемпионка мира в эстафете 4 по 400. Но сейчас она реально претендует на главную награду на дистанции 800 метров. Ольга Котлерова, наша, ее как ее любят у нас в стране, вы слышите по реакции трибуны. Пятая дорожка. Кения Синклер, представительница Ямайки. Дорожки, наверное, злобейшие, это, простит она меня, участницы этого забога. Эвелина Световска, чемпионка двукратная своей страны. Больше. Вот так вот. Нет, третья она пришла с первым национальным рекордом 2.00.42, но это неважно. Потому что на третьей дорожке Мария Мутова, на четвертой Ольга Котлерова. Котлерова владеет разными тактиками. Она может встать с самого начала и лидировать до конца, может отстелеться. Напротив, напротив Мария Мутова не умеет бегать второй, третий. Никогда в жизни. Она встает и лидирует с самого начала. Посмотрите, что происходит. Котлерова занимает место точно такое, какое занимала Олеся Красновой. Ой-ой-ой, зачем толкать-то? Ольга Котлерова толкается. Вот Бенхаси ведет себя не очень порядочно. Меня извините. Она так протянула вперед. Да, и спину толкнула. Спину просто Ольгу толкнула. Косна Бенхаси. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Мараканку. Мараканка вот сейчас... Да-да-да, Ольга, абсолютно вы правы. Ну пусть толкается, пока Мутова-то с Бенхаси. Мутова, Бенхаси, Котлерова. Но еще, друзья, вот бег начнется только метров через 150. Это пока что цветочки. Темп достаточно высокий. Смотрим, 58-58-28. Прилично. 30 секунд и 80-ых был преодолен второй круг. Бенхаси немножко-немножко подсаживается. Мутова идет вперед, и Котлерова своим классическим широким шагом катит-катит за ней. Пока что тяжелее всех из этой троицы бежит Мария Мутова. Ну не верьте ей, нам не верьте, потому что мы знаем, уж кто-кто, Мария Мутова, собраться умеет. Более выгодная позиция сейчас у Ольги Котлеровой. Здесь еще пытается докатить немножко Кинни Синкет. И пошла вперед, Котлерова! Пошла! Ой, толкается. Боже мой, что тут творится? Не знает, с кем имеет дело Котлерова. Это не интеллигентные девушки в беге на 400 метров. Это Мутова, которая тоже умеет поставить плечо. Не надо Ольге атаковать сейчас на выражении в коем случае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И не хватит ей сил, похоже на атаку. Жалко. Жалко, Оленька. Вот же неужели мутала? Мутала, да. Мутала однозначно. Десятая золотая медаль в ее карьере. Жалко. Пятая только Котлерова. Только пятая. Вы знаете, бужильная эта дама из Мозамбика. Когда она проиграла бух и прах олимпиаду в Афинах, ей было уже 32 года, она заняла четвертое место. И все однозначно сказали ей спасибо, Мария, за твою выдающуюся карьеру. До свидания. Прошлый сезон из-за травмы Мария пропустила. И вот тебе. Получите, пожалуйста. Вы знаете, мне кажется, что спровоцировала, мутала Олю Котлерову. Раньше она начала вот принтовать, чем нужно было. Ошибка Барзаковского в Париже. Да, мне кажется, что раньше, мне кажется, вот все-таки, если бы они не толкались, если бы она как-то вот сзади встала ее и отсиделась за ней, да, то есть не пыталась вперед выйти, а именно отсиделась, то на последних метрах, может быть, и все было бы нормально. Причем...